Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите программу события. Мы работаем в прямом эфире. Главные темы выпуска. Разрушили до основания. В Самаре снесли незаконную двухэтажку. 3 миллиарда долларов. Так оценивают экспортный потенциал Самарской области. Поддержку бизнеса обсудили полпредпрезидента и губернатор. Пламя Помпеи и Великий Карл в Самару привезли картины Брюлова из собрания Русского музея. Снести нельзя помиловать. В Самаре подошла к концу долгая история незаконной двухэтажки на улице Победы. Судебные разбирательства о ее сносе начались еще 4 года назад. Тогда спортивный комплекс еще был автомойкой, что и вызывало недовольство местных жителей. Решение о сносе вынесли в 2014 году, но здание разрушили только сейчас. В затянувшемся деле разбирался Андрей Горгуленко. Несколько ударов ковшом экскаватора и от некогда крепкой постройки остаются одни руины. Такая незавидная судьба постигла двухэтажку на улице Победы. Построена она была еще в 2010 году, как теперь уже доказано в суде незаконно. Ее хозяйка, чье имя приставы не разглашают, изначально планировала здание под кафе, затем первый этаж переделали под автомойку, а уже в 2014 году здесь открылся спортивный комплекс. Все это время в судах шли бесконечные процессы, которые закончились решением окончательным. Здание подлежит сносу. Причем разрушить его должны были сами владельцы, что последнее, разумеется, не собирались делать. И эта обязанность легла на городские власти. На администрацию городского округа Самары возложена обязанность о сносе возведенного здания. Должник уведомлен надлежащим образом. Соответственно, службы привлечены к установленному порядку. Собственники незаконной постройки и здесь доставили немало проблем, превратив двухэтажку в неприступную крепость. Внутрь не пускали ни грузчиков, ни нашу съемочную группу. Мнения местных жителей о судьбе бывшей автомойки разделились. Одни были не против здание сохранить, другие требовали его снести. Оно незаконно здесь построило, и солнце у нас украли. Не надо нам его, не надо его. У нас газон, даже ничего не растет в газонах. Юристы, конечно, хорошо работают. Они молодцы, все грамотно, все в рамках закона исполнялись. Но и мы действуем только в рамках закона. По-другому никак других действий с нашей страны и не было никогда. Задача реализованная. Сейчас будут рассматриваться и другие незаконные объекты. А незарегистрированных объектов в Самаре хватает. Городские власти будут бороться с ними двумя способами. Либо бизнес легализуется и начинает платить налоги, либо здания будут снесены, как это произошло на улице Победы. Андрей Горгуленко, Станислав Левин, Артем Сулайманов, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События. В Самаре развернулись страсти по логотипу. Его предстоит разработать к чемпионату мира 2018. В 2018 специалисты сходятся во мнении, что логотип – один из сложнейших дизайнерских элементов. Лаконично он должен отражать смыслы и ценности целого города. Поэтому к обсуждению бренда Самары подключилась общественность и эксперты по пиар-технологиям. Сегодня все они собрались за круглым столом. Дискуссия только что закончилась. Валерия Макарова с подробностями. Дискуссия вокруг логотипа для Самары будоражит общественность уже не первую неделю. Все началось после публикации в сети четырех вариантов логотипов. Они вызвали большие вопросы у специалистов по брендингу и дизайнеров. Те утверждают, что предложенные варианты не отражают самой сути города. Эксперты предлагают свою бескорыстную помощь, чтобы вместе с общественностью и городскими властями разработать именно тот вариант логотипа, который строят всех. И сегодня в Самарском университете прошел первый круглый стол. Логотип – это не просто какой-то рисунок. Если мы с вами хотим, чтобы он жил, мы должны понимать, что это инструмент коммуникации. Инструмент, при помощи которого город рассказывает о себе своим потенциальным туристам. И, скажем так, знак, под которым горожане будут встречать туристов и к чемпионату миру 2016 года и вообще. Мы ждем как можно большего количества интересных предложений, интересных дизайнерских разработок. Потому что мы в ходе обсуждения поняли, что на самом деле Самара настолько многогранна. Обсуждение было бурным, а вот каким выводом пришли, мы расскажем в нашем подробном репортаже. 3 миллиарда долларов – таков экспортный потенциал Самарской области. Сотрудничество региона и российского экспортного центра, а также поддержку малого и среднего бизнеса, обсудили на совещании с участием полпреда президента Приволжского федерального округа Михаила Бабича и губернатора Николая Меркушкина. Марина Кравцова узнала, какие преференции ждут самарские предприятия. Отказ от импорта в пользу продукции отечественных производителей. Сотрудничество крупных государственных корпораций и бизнеса выходит на новый уровень. Почти пятую часть оборудования комплектующих инновационных продуктов госкомпании должны приобретать у предприятий малого и среднего бизнеса. Основная задача сейчас – сделать участие в торгах доступным для предпринимателей. Первый этап, он пройден достаточно успешно и быстро. Все реестры закупок этих компаний, а их 225, они раскрыты и они доступны для малого и среднего бизнеса. Теперь нужно создать условия, чтобы проходили конкурентные торги и чтобы те преимущества, которые нашим законодательством предусмотрены, эти преимущества, соответственно, достигали своей цели. Еще один актуальный вопрос – финансовая поддержка малых и средних предприятий. Для Самарского региона развитие этого сектора экономики особенно актуально. Здесь трудится около 35% жителей. Бизнес имеет возможность получить льготные кредиты по сниженным ставкам. Поддержку оказывает федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Она активно взаимодействует с самарскими производителями. Кроме тех проектов, которые отбирали летом, если вы помните, 10 проектов, 6 из них уже прошли, получили деньги. Мы сейчас отобрали еще 28 проектов примерно на 20 миллиардов рублей. Это практически седьмая часть той суммы, которую имеет право-верман в своем портфеле, гарантии, которую может дать. В центре внимания и поддержка предприятий, ориентированных на экспорт. Экспортный потенциал Самарской области, как промышленно развитого региона, оценивается в 3 миллиарда долларов. Предприятия, выпускающие продукцию, востребованную за пределами страны, поддержит российский экспортный центр. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Нарушений в региональных СМИ становится меньше. Об этом говорят специалисты Роскомнадзора. Регулярно ведомство проводит встречи с юристами и руководителями редакции, на которых разъясняет, как следует выстраивать работу, чтобы по незнанию не приступить к закону. По данным экспертов, наиболее характерные нарушения, когда СМИ забывают указывать возрастные ограничения к своим материалам, а также размещать упоминания о вреде табакокурения, где это необходимо. Что касается табакокурения, там очень серьезные штрафные санкции, они прям очень весомые. Что касается отсутствия знака информационной продукции, это тоже штрафы, но все-таки, еще раз говорю, мы сориентированы очень позитивно в отношении наших поднадзорных. Мы в первую очередь стараемся, когда впервые выявляется подобное нарушение, мы стараемся ограничиваться предупреждением. Далее коротко о других темах дня. Сегодня на двух главных магистралях Самары будут установлены временные дорожные знаки. Они будут действовать в зимний период. На участке улицы Маломосковская, которая проходит вдоль Московского шоссе от улицы Врубеля до Луначарского, а также на Новосадовой, на участке от Первомайской до Осипенко, в определенные дни недели будет запрещена остановка. В эти дни там будет работать снегоуборочная техника. Оставленные машины будут эвакуировать. Печально знаменитый советский монумент в виде серпа и молота, незаконно демонтированный в селе Тарновое, возвращен на место. Напомним, монумент самовольно снесла местная жительница. Для этого она наняла рабочих, которые распилили памятник на части. Местные жители вызвали полицию, в итоге женщину обязали восстановить монумент за свой счет. В интернете в открытом доступе появится первая самарская рукопись. Пользователи смогут в подробностях изучить иллюстрированный манускрипт, написанный в Самаре в 1628-1629 годах. В сеть документ 17 века выложит 9 декабря Российская национальная библиотека. Рукопись содержит повесть о Варлааме и Иоасафе и житие Нифонта Константского. Манускрипт – памятник истории и культуры не только Самары, но и всего Поволжья. В разное время рукописью владели боярский род Салтыковых и князь Павел Вязинский. Дед Мороз из Великого Устюга в Самару в этом году не приедет. Вместо областной столицы он отправится в Тольятти. Кроме того, самарцы смогут пообщаться с волшебником, отправив ему письма и открытки в Вологодскую область и получив ответ. Или съездить в гости к Деду Морозу на поезде. В Тольятти Великий Волшебник приедет 18 декабря. Выходные в Самарской области будут снежными. В субботу ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, слабая метель. В ночные часы похолодает до минус 3-8 градусов. Днем потеплеет до ноля. Ветер западный 8-13 метров в секунду. В воскресенье в большинстве районов также пройдет небольшой и умеренный снег. Ночью температура воздуха составит минус 6-11 градусов, днем до минус 5. Великий Карл. Так современники называли художника Карла Брылова. За портретами к мастеру выстраивались очереди. Посмотреть на работы художника теперь могут и самарцы. Выставка открылась в областном художественном музее. В экспозиции представлены 39 произведений, живописи и графики, которые привезли из Государственного русского музея. Одно из первых их увидела Лариса Шалафаст. Выставка охватывает почти все периоды творческой эволюции художника. Здесь есть ранние жанровые сценки, монументальные росписи и исторические полотна, которые занимают особое место в творчестве Брылова. Сам художник считал себя именно историческим живописцем. Одна из самых известных работ художника «Последний день Помпеи». Брылов посетил этот погибший город в 1827 году и остался под большим впечатлением. Но от идеи до воплощения ее в жизнь прошло долгих шесть лет. В картине отображены две основные темы. Это тема гибели и разрушения, и тема любви и сопереживания. Гений романтической эпохи, великий Карл, титулы которыми еще при жизни наградили Брылова современники. Художник славился как великолепный портретист. На выставке есть и автопортрет художника. Оказывается, селфи были в моде уже в 19 веке. Есть и незаконченный портрет княжны Ольги Николаевны, дочери Николая I. Искусствоведы говорят, завершить картину помешали испортившиеся взаимоотношения художника и императора. В экспозиции представлена целая галерея образов. В основном это характерные для творчества Брылова камерные портреты и так называемые портреты-картины. Всякий раз, показывая портретимором, он старался проникнуть в его какие-то переживания, в какое-то сокровенное и отразить, показать для того, чтобы еще больше передать характеристику, наделял большим количеством каких-то деталей говорящих. Поэтому все портреты очень интересно рассматривать. В экспозиции представлены и 20 авторских графических работ художника. Познакомиться с картинами Брылова самарцы смогут до 23 января. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Главный музей Самары, музей имени Петра Алабина, отметил юбилей. За 130 лет существования здесь ПВА-ли сотни выставок и тысячи посетителей. А в его фондах хранится 220 тысяч уникальных предметов, рассказывающих об истории региона. С чего начинался музей и каким он стал, об этом наш следующий материал. Это сегодня музей имени Алабина целых 700 квадратных метров выставочного пространства, где в год помещается больше 70 экспозиций. А начиналось все с двух комнат в здании на улице Куйбышева. Создать в Самаре музей предложил в конце 19 века городской голова Петр Алабин. С тех пор он работал всегда и в любых условиях, даже во время Великой Отечественной. Как раз прямо в самом начале войны было распоряжение о переводе музея из одного здания в другое. Это в здание костелы. Тогда экстренно, буквально в 24 часа, музей переводили. И частично, конечно, экспозиции были законсервированы, но музей активно работал с выездными выставками, с лекциями. Музей Алабина – это комплекс зданий, куда входят и дом музей Ленина, где жила семья Ульяновых, и музей Модерна, памятник федерального значения, и дом музей Михаила Фрунзе, где в годы гражданской войны располагался штаб Восточной армии. В главном корпусе на улице Ленинской постоянная экспозиция посвящена истории региона от древнейших времен до современности. Ее особенно любят школьники. Мне интересно, какие раньше животные были, как под водой раньше было, какие раньше были еще камни, история, какая раньше у нас у России была, Самара еще. В музее есть интерактивные экраны, что позволяет посетителям самостоятельно изучать экспонаты. Сотрудники музея не собираются останавливаться на достигнутом. Мы особенные. У нас есть своя Самарская лука, Волга нас опоясывает своим крылом. И, конечно, то, что музей соединил в себе все лучшие достижения современной науки, музей обладает огромным потенциалом, музей имеет богатейшую историю и имеет наработки на будущее. Каждые несколько месяцев выставки обновляются. За год музей имени Алабина посещают 200 тысяч человек. Мариана Мирная, Игорь Мурченко, Константин Головин. События. Картину дня дополнит наши следующие выпуски. И вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Прилавки вне закона. Полицейские испортили торговлю нелегальным продавцам с улицы Уральской. От Георгиевского креста до Золотой звезды с триколором. В Самаре прошли торжества в честь Героев Отечества. Почерки о ветеранах. Бывшая учительница ушла из школы ради писательской карьеры. На этом наш выпуск завершен. Мы рады сообщить вам, что у нас уже больше 11 миллионов просмотров на Ютюбе. Подписывайтесь на Самарагис и смотрите все самое интересное. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения для смартфонов и планшетов над базой Android и iOS. Всем удачи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok